Здравствуйте, уважаемые дамы и господа, ученики школы Кайлас и просто люди, знакомящиеся с эзотерикой. Я приветствую вас на вебинаре, который посвящен эзотерике. Меня зовут Андрей Андреевич Дуйко, я руководитель эзотерической школы Кайлас. Сегодня я постараюсь ответить на те вопросы, которые вы мне задаете. Я опубликовал пост в своей группе, которая называется «Дуйко, Кайлас и РТЕ» в Facebook, и вы написали здесь 133 вопроса, я постараюсь максимально на них ответить быстро. Палочкина Наталья, здравствуйте, Андрей Андреевич, хорошего вечера вам, спасибо. Вопросы про обряды, новые практикумы, они скорее технического плана. Я правильно поняла, что я участвовать может также не ученик школы Кайлас в обряде и в новом практикуме? Да, вы совершенно правы, в обряде, который я буду проводить Манджушри и в практикуме, который называется «20 уровней духовности» может присутствовать совершенно любой человек. Как нужно будет проходить новый практикум? Обязательно ли присутствие онлайн, или можно будет записи? Только в онлайн. Можно ли присутствовать близким людям рядом, например, дочкам, или за них необходимо оплатить участие отдельно? Если они рядом смотрят в одном ноутбуке, или телевизоре, или телефоне, то можно все вместе. И, конечно, будет интересно, если сможете подробнее рассказать об обряде Манджушри, о новом практике «20 уровней развития». Давайте это оставим как бы на завершение, и я постараюсь в конце об этом рассказать. Итак, Лара Пугачева. Лариса Пугачева. Здравствуйте, Андрей Андрей. Что происходит с людьми? Все очень нервные, стараются обвинять друг друга, как защитить от зла обвинений. Дело в том, что очень часто люди подменяют понятие «как» на слово «почему». Дело в том, что когда человек обвиняет, то он пытается переложить на другого какие-либо проблемы, то есть не решать эти проблемы сам. Таким образом, человек старается максимально избежать решения проблем и не решать их. Вы знаете, я очень давно заметил, что наши политики, они очень часто пользуются этим, наверное, пользуются этим приемом. То есть, когда политики начинают выступать где-либо, они обычно говорят, что «почему это не получается?», от чего или «кто виноват в этом?», «кто виноват ищет виновных?», «почему не получается?» объясняют. Но, к сожалению, свою прямую обязанность, которая называется «как же это все решать?», они не выполняют. А мне бы хотелось, ну, на самом деле, каждому человеку бы хотелось, таким образом, когда они говорят, что эти виноваты, эти, они перекладывают свои обязанности или перекладывают свои, переложить свою ответственность, они пытаются на других людей или другие какие-то моменты. И, конечно же, хотелось сказать, что важнее было бы, наверное, им говорить слово «как это изменить?». То есть, вы представляете, выступает министр и говорит, «я предлагаю изменить, и я знаю, как это сделать. И после этого, я знаю, как увеличить пенсии, я знаю, как сделать дороги во всей стране, я знаю, как увеличить пенсионный или уменьшить пенсионный возраст, я знаю, как сделать так, чтобы бизнесменам было удобно работать, я знаю, как сделать, чтобы не было очередей, я знаю как сделать отрасль более эффективно работающий а так получается бесконечное обвинением точно также а это склад ума очень часто у людей чем мы можем помочь и как мы можем не реагировать на злобности обвинения других людей перекладывания своей ответственность на других людей единственный метод о котором я часто рассказываю это метод такой духовная 2 это когда человек может сказать как бы сам себе я ни при чем то есть то что человек не хочет на себя брать обязанность за какое-либо действие вы скажите в этом виноваты ну как правило никто не виноват даже он видимо это некомпетентность видимо это нежелание видимо это просто несостоятельность ну и если вы не хотите перекладывать или там эти обязанности исполнять то вы тоже ни при чем поэтому когда человек обвиняет кого-либо то вы ни при чем знаете когда-то встречал человека там были выборы это человек кричал мне в лицо что очень маленькие пенсии так далее ну и он ожидал что я начну ему что-то доказывает но ему сказал вы знаете ни при чем я на самом деле совершенно ни при чем я не против не за я не за политику не против я не занимался политикой я ее не делал и я ни при чем то есть у меня нет никаких обязанностей не перед кем поэтому мне отвечать в общем то не за что но конечно же когда политики начинают общаться они начинают говорить что я мы обвиняем прошлую власть обвиняем еще этих обвиняем там соседние государства обвиняемый чуть космос обвиняем там планеты или обвиняем еще кого-то на самом деле поиск кого можно обвинить не решает саму причину помните я когда-то рассказывал что что важнее вопрос как или вопрос почему вот смотрите неважно почему ребенка сбила машина то есть почему его сбила паша мама не досмотрела паша папа выпивал вечером потому что у них плохие отношения в семье важно задать вопрос как помочь этому ребенку скажите какой из этих вопросов важнее почему все-таки или из-за чего это произошло или все-таки как помочь так вот смотрите правильное восприятие мира это вопрос как помочь сделать что-либо ну и когда человек начинает обвинять то необходимо говорить если это касается и вас и его то нужно говорить давайте не будем обвинять друг друга давайте найдем все-таки идею как мы можем решить данную ситуацию и решим ее совместно вот так почему человек злый злится потому что как правило человек вынуждает себя выходить из зоны своего собственного комфорта поэтому он злится то есть он хотел спать его будет ребенок и так далее его необходимо либо оставить в этой зоне комфорта либо смириться с тем что он нервный ничего с этим сделать нельзя не принимайте близко к сердцу говорите я ни при чем просто тихонечко про себя или этому человеку людмила воронина люблю жизнь читаю манджу мангенум дышу ягезе гаук делу это полгода до этого три года сделала все обряды на замужество когда хоть мужчина то нормальный появится уже молчу про замужество все банально легко я уже об этом говорил и даже делал видео все банально прямо как дважды два вы знаете какая особенность есть между мужчинами и женщинами она заключается вот в чем я наверное хочу вам открыть тайну женщины уважаемые вы знаете каждый мужчина который ищет женщину ищет ее не для того чтобы содержать и не для того чтобы смотреть на нее и радоваться и точно не для того чтобы она рожала детей вот я открою для вас тайну мужчина ищет женщину для того чтобы с ней заниматься сексом одна из самых сильных мотиваций которая двигает мужчину на пути того чтобы рядом с ним была женщина это желание иметь постоянного полового партнера и в тот момент когда мужчина находит постоянного полового партнера то у нас есть как бы двухэтажная 2 как бы двухполюсное восприятие этой этой задачи то есть тот момент когда женщина ищет мужа себе хорошего или плохого мужчина ищет половую связь таким образом мужчина ищет половую связь или полового партнера он этого хочет а женщина хочет мужа и не хочет как правило половой связи в самом начале знакомств а вот теперь подумайте если бы гипотетически хоть это практически невозможно гипотетически изменить данную ситуацию или поменять ролями или местами я даже провел некий социальный эксперимент в котором поучаствовали те люди которые на меня работают мужчины причем все холостые вот сегодня ехал с одним мужчиной он ехал за рулем а я рядом с ним находился а еще ранее днем я с мужчинами встречался и задавал им тоже этот вопрос из этих мужчин ну по крайней мере три четыре человека все холостым и вопрос звучал приблизительно так я им задавал этот вопрос им говорил вы представляете мужчины если бы вот допустим ты представляешь если бы тебе написала женщина в каком-нибудь службе знакомств и она бы написала вы хороший мужчина вы мне достаточно нравитесь привет там вы хороший мужчина но я могу сказать вам что мне интересен не интересны постоянные отношения мне наверное не интересны какие-то там ну какие-то идеи я ищу себе мужчину просто для того чтобы в дальнейшем заняться с этим мужчиной секса мы можем встретиться и после чего вы не встречаетесь для секса вы встречаетесь для знакомства как обычно это и делает мужчина вот мужчина же не зовет вас сразу постель он зовет вас в кафе или где-нибудь посидеть и так далее ну и это если бы мужчина звал приезжай ко мне там и так далее приезжай ко мне домой этого же нет обычно там мужчина говорит давайте встретимся давайте встретимся где-то ну вот женщина точно также говорит давайте встретимся предлагайте мужчина говорит давайте встретимся в ресторане в кафе в клубе или еще где-то вы краситесь приходите и так далее узнаете так вот в этот момент у мужчины будет понимание того что он все равно рано или поздно получит интимное отношение от той женщины которая есть рядом с ним и он не будет и на это настраиваться он будет оценивать женщину уже как бы вычеркивая своего плана интима вычеркивая элементы этого интима он будет думать какая она красивая ли какая у нее душа или как она разговаривает если у нее нет детей и вы представляете такой мужчина будет думать об этой женщине что он уже будет видеть ее не с позиции животного и мяса а с позиции интеллектуального человека у которого как бы одна позиция уже закрыта то есть гипотетически это может произойти и вот одна из проблем женщин которая есть в тот момент когда женщина собирается выйти замуж то что она рисует себе бесконечную картину хочу выйти замуж хочу жить с мужчиной пусть рядом со мной будет мужчина и так далее но она не учитывает тот момент что нужно ставить на первое место интимное желание вот если женщина имеет интимное желание или гипотетически рассматривает интимное желание как первое основное желание во время того когда она встретиться с мужчиной то это стопроцентная гарантия что она выйдет замуж прямо стопроцентное второе обязательно думая о мужчинах испытывайте состояние тепла в своей груди отключайте свои мозги тогда будет больше шансов с этими мужчинами и жить и встречаться и так далее мозги заставляют мозги это намерение они заставляют действовать как бы включать гормоны мозги гормоны что гормоны у мужчин так женщина думающая что и на нужно замуж будет находить каких-то извращенцев которые хотят только секса а если женщина будет чувствовать или накапливать вот эти чувства то есть она будет радоваться окружающему миру радоваться природе радоваться творчеству танцевать петь хохотать как бы беззаботно жить вот такая женщина думая о мужчине о том что мужчина прежде всего это источник не только заботы и ухаживания еще источник наслаждение еще интимного насаждение конечно любая агрессия по поводу того что женщину-то могли изнасиловать по поводу того что женщине говорили самого детства все интимное отношение это плохо о том что женщина должна беречь себя до последнего момента о том что женщина там и так далее это все ограничивает у женщине в варианты в дальнейшем удачно и быстро выйти замуж таким образом женщины более желающие они могут выйти замуж раньше женщины которые менее желающие позже но в этом в общем то ничего плохого нет единственное что я хочу вам сказать друзья мои пересмотрите данные задачи которые вы себе ставите не нужно вам женихов вам нужно видеть в мужчине прежде всего элемент желания вот я говорю вам серьезно а мужчинам нужно научиться видеть в женщине элемент обожания вот так случае если мужчина видит в женщине элемент обожания то женщина видит в этом мужчине элемент желания вот так это все устроено ой ссоре тогда элемент обожание элемент желания это все между собой включается почему мужчина изменяет мужчина изменяет в тот момент когда мужчины начинают говорить своим женщинам что им не нравится нос губы не нравится эта женщина и предъявлять к ней какие-либо претензии мне не нравится губы мне не нравится как ты движешь мне не нравится как ты там стоишь мне не нравится как ты выглядишь слыша это женщина обычно не изменяется то есть если мужчина думает что она может измениться знаете этого не произойдет я объясню дальше почему дело в том что женщина она по-другому устроена думая о том что мужчина к ней плохо относится и не видит в ней элементов обожания она перестает видеть в нем элемент желания именно поэтому такая мужчина такая женщина она любит своего мужа но уже не ляжет с ним в постель не захочет с ним заниматься интимными отношениями просто будет думать что она в этот момент ему не нравится она должна нравиться его в этот момент понимаете и наоборот мужчины это памятка для вас всегда говорите своим женщинам шесть слов первое какая ты красивая и и вторая пачка слов я тебя люблю то есть и делайте это три раза в день когда мужчина говорит ей так говорил когда в начале прошлого месяца забудьте об этом говорите об этом постоянно говорить об этом два три раза в день даже если это покажется вам смешным женщина не помнит уже через 20 минут ей необходимо доказательство постоянно мужчины не совершайте ошибки никогда не говорите женщинам допустим такие слова мне не нравятся твои губы завтра будут губы большими потом вы вновь скажете мне не нравятся твои большие губы знаете они будут еще больше именно поэтому когда женщина рассматривает себе зеркале самые тощие женщины думают что они самые жирные и самые без самые женщины у которых самые красивые губы всегда хотят их увеличить ну не всегда но в случае если рядом находится мужчина который говорит мне не нравишься она будет думать ага ему не нравится мои губы потом будет ага ему не нравится полная ага мне будет нравиться еще что-то я вам хочу сказать критиковать это просто а вот сказать или научиться говорить несколько приятных и красивых слов это же легче смотрите человек чавкает за столом и вы ему говорите хорош чавкать сколько можно а вы делаете наоборот вы говорите как же ты красиво ешь надо же так эстетично это хорошо ложечку держишь мне очень нравится с тобой кушать вот если вы так будете говорить человек перестанет чавкать и будет есть хорошо если будете говорить хватит есть руками он будет есть хоботком хватит есть хоботком он будет нырять в эту кастрюльку хватит чавкать будет чавкать будет раскидывать еду на себя будет об волосы вытирать ногти и это будет продолжаться бесконечно до того момента пока вы не начнете хвалить за что-то то есть вам что-то не нравится переформатируйте человека то есть смотрите там он грязный ложится спать вы говорите ждете момента и когда он помылся говорите как же от тебя вкусно пахнет мне так нравится когда ты весь вымытый когда ты весь вымытый ложишься погладили после этого этого человека говорите мне очень приятно тебя обнимать ты так хорошо пахнешь так мне все нравится и так далее и после этого человек будет купаться просто он понимает что рефлекс подтвержден и все это же это же как бы очевидно и просто все вы представляете и здесь нету никакого обряда там не замужества или там еще чего-то это просто надо психику поменять человеку все банально все примитивно мы обычные bio энергетические машины знаете просто у каждого свое мужчина хочет а женщине нужно чтобы ее обожали если женщину обожать то мужчина мужчина будет получать милость так получается если один обожает то другой проявляет милость понимаете это вот так все устроено это как жадный мужчина женщина обращается говорит мой мужчина очень жадный а вы его обожаете нет я он не заколебал ну тогда он будет жадный а тогда что нужно обожайте его за что найдите повод какой я не знаю я же с вами не живу ну вот где-то вот таким образом людмила воронина люблю жизнь читаю манджум а это уже ответил камиля замали его здрасте андрей подскажите пожалуйста как избавиться от сессивно компульсивного расстройства постоянно лезут навязчивые мысли которые заставляют сделать какие-либо действия заранее спасибо за ответ я думаю что вопрос к сожалению он не ко мне этот вопрос наверное необходимо задавать психиатру есть хорошие препараты нейролептики антидепрессанты антипсихотические препараты это может быть допустим правильный правильный курс может подобрать для вас лечащий врач не стоит не стоит переживать по поводу того что это черный билет или не стоит переживать что вас там куда-то положат какую-то клинику и так далее на сегодняшний день все эти заболевания компульсивное обсессивное состояние и маниакально-депрессивное биполярное состояние маниакально-депрессивного психоза это все лечится то есть это все лечится это все несложно и бессонницы лечат и компульсивные обсессивные так далее все это лечится если вы не имеете возможность это уже другой вариант заваривайте зверобоев в концентрации одна столовая ложка на один стакан воды пейте два-три раза в день читайте слога припутав тряфсы к степлову как мантра данная мантра убирает у человека как раз вот такие состояния обсессивные биполярные компульсивные так далее и тому подобное и это вам может помочь если само заболевание не особо запущенную форму имеет ханум ханум здрасте андрей андрей скоро времени хочу заново стать человеком действий к год не могу узнать себя все вокруг меняется мое отношение к этому нейтральное ощущение чего-то жду и что-то мне останавливает начинаю делать практики по астральной энергии другие через неделю забывают делать смогу ли я попасть вам на марафон 20 ступеней духовного роста для работы с собой да будет ли использоваться марафоне гипноз чтобы начать действовать да что заставляет человека действовать я хочу вам сказать нас заставляет действовать виденье или постановка мотивационных задач то есть когда человек не хочет ради себя действовать то у него появляется тяжелейшие заболевания ради которого он хочет действовать вот знаете я когда-то говорил одному мужчине он говорит я лежу уже много лет моя жена от меня ушла и ничего в жизни я не хочу делать и вдруг через какой-то он такой полный стал и через какое-то время я когда мы с ним встречались а это было в спортзале я ему говорю занимались восточными единоборствами вместе ему говорю послушай его гена звали я говорю послушайте гена вот когда вы влюбитесь какую-нибудь тетю то тогда вы будете бегать как ужаленный и она нальет вам за шиворот жира горячего и вы будете так мотивированы в своей жизни как никогда и проходит время я его долгое время не видел и мы случайно с ним видимся здравствуйте андрей андреевич игры здрасте геннадий он говорит я решил и читать семинары и там раньше занимался банковской безопасностью и там открыл компанию по безопасности и я занимаюсь еще вот этим открыл эту компанию говорю вас у дети родились он говорит нет я два года живу с молодой девушкой она меньше меня на 14 лет и мне теперь у меня столько мотивации я хочу жить я хочу что-то делать она меня любит а я хочу для нее чтобы у нее в жизни было так у меня однокомнатная и детей дети видишь тебя появилась мотивация и тут женщина допустим она может сказать андрей андреевич но мне ничего не мотивирует мне ничего не хочется не ради чего но в случае если вас ничего не мотивирует то начните на кого-то злиться начните злиться на себя начните фанатично к чему-то стремится или начните жить ради детей эти все компоненты это построение как бы безысходной мотивации либо вас ждет процесс когда вы заболеете и после этого вам придется лечиться находить деньги и тогда включится мотивация к жизни вновь захотите жить нельзя быть а по абиссивным нельзя быть вот таким фригидным нельзя быть полностью ригидным таким нельзя быть полностью нейтральным человек должен иметь еще задачи человек должен злиться человек должен фанатично что-то делать жизни человек должен если вам ничего не хочется вышиваете танцуйте заставляйте себя старайтесь максимально реализоваться делайте это во имя своей жизни во имя того чтобы прожить сколько он там лет там 50 чтобы прожить до 100 можно фанатично заниматься зожим можно там приседать можно там травки ходить искать можно быть замороченным человеком фанатиком можно верить и вера может быть фанатичны это все заставляет или мотивирует человека жить по-другому спасать можно кого-нибудь можно вообще не стоит жить так потому что такая жизнь ригидно фригидная она может привести человека к появлению неприятностей такие появления неприятностей это разумный процесс который создан в эволюции человеческого существования чтобы заставить человека шевелиться вот смотрите как все равно все работает работает по системе расширения и по системе сужения вот допустим муж жена там живет детки все взрослые уже и так далее детки там сами по себе мама сама по себе когда хочет кто хочет там приходит на кухню кушает муж там играет там в приставку дети играются муж женой не общается друг на друга обижаются все как бы двигаются от семьи которая является центром в разные стороны от семьи то есть у всех в разные стороны то есть они в дальнейшем там сходил на работу пришел и может жену не видеть она пришла и там может детей не видите так далее они как в общежитии живут пришли помылись оделись ушли зарабатывать там в одну кассу дай бог сложили деньги пошли там один раз купили какую-то еду ну и самое лучшее могли там там где-то один раз в год выехать на шашлыки и так далее ну и там дни рождения уже не празднуют и так далее семья плавно расходится друг от друга начинаются обвинения потому что на самом деле каждый хочет внимание а внимание друг другу не дают потому что у у каждого амбициозность у каждого самомнения тот должен извиниться нет он должен извиниться и уже потом со временем обзывают друг друга там та сама такая сама такая я сказал ты сказала и так далее и уже потом не найдешь ни правых не виноватых так семьи становятся неинтересны друг другу дети не к детям только претензий к мужу только претензии у женщины одна радость это объедаться у мужчины выпить дети там как хотят так и живут никто за ними не смотрят это в большинстве своем именно так и происходит после этого вдруг случается неприятность она случается там с ребенком там наркотики или там попал в историю какую-то или мама заболела и так далее или там неприятности какие-то связанные с законом и так далее и после этого все вместе вокруг этой неприятности вдруг сплачиваются и тут становится понятным что все друг для друга дороги и что все друг другу нужны и что все друг друга любят и что можно простить все абсолютно все что было до этого ради того чтобы вытянуть или спасти или помочь этого этому человеку все оказывается любовь там все-таки было так а зачем дотягивать до этого состояния если можно решить это ну вот буквально сегодня любая семья в которой друг друга ненавидят который оттягивают ну как бы расширяются и там не видят друг друг не общается друг с другом не обращают друг на друга внимание гладят не говорят хороших слов не говорят приятных и красивых слов не заботятся друг о друге неминуемо в этих семьях случаются неприятности неминуемо это гарантированно на сто процентов эти неприятности они должны эту семью либо соединить либо разорвать таким образом зачем этим неприятностям появляться если можно в семье получать радость от проживания в семье ладно и на ирина 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 здрасте андрей скажите алтарь нужен каждому в семье или один на всех один на всех маргарита бондаренко андрей андреевич я мысленно обнимаю отца но мы ругаемся на ровном месте что я могу еще сделать эзотерическим способом для хороших ровных отношений говорите ему хорошие слова также всегда помните что если у человека плохое настроение возможно он болеет и возможно он просто привык реагировать на все хорошее вот с таким лицом и так далее вы поймите как бы человеку не было плохо и как бы человек не относился и как бы чтобы человек не делал не нужно думать что внешнее проявление является стопроцентным проявлением как говорил свое время гурджиев который говорил о том что каждый человек может жить либо своей персонифицированной жизнью либо навязанной своей жизнью с навязанным поведением он говорил о том что человек который живет как бы с навязанным поведением реагируя на какие-то элементы навязано он не может видоизмениться и после того когда человек так живет он может любить вас обожать вас стараться для вас что-то делать но ведет себя как какашка и ничего с этим сделать нельзя говорите или произносите себе периодически такие слова говорите я все равно люблю этого человека то есть самое важное я не не говорю что нужно все терпеть нужно ходить холодным нужно ходить ни на что не реагировать и так далее можно ругаться и можно обсуждать и можно обижаться но я вас прошу не делайте это больше 20 секунд или двух минут или ладно 20 минут побурчали помирились понервничали друг друга за ручки подержали утром просыпаетесь если легли спать и друг друга ненавидите обнялись понимаете учитесь этому это хорошо это созидание создает это любовь таким образом не будет неприятностей это хорошо каким бы он не был можно утром обняться вы понимаете пусть бурчит пусть все что угодно делать главное что живой пусть бурчит все что угодно делает главное что он живой не умирает не корчится не ходит себя и так далее а то что бурчит с этим можно прожить ничего страшного мы все люди необычные у одного давления у другого геморрой 3 слепнет у четвертого позвоночник болит но мы всегда независимо ни от чего мы не можем сдержаться мы можем бурчать можем сказать не нравится можем отказываться от еды вытаращивать глаза или даже орать но мы всегда должны относиться и помнить о том что мы-то друг ради друга собственно говоря живем и таким образом в семьях до нужно относиться к тому человек который орет а он орет уж ему плохо его нужно в этот момент понимать сказать ничего страшного и так бывает ну не нужно вот так и делать знаете там когда кто-то кричит и у меня спрашивает ребенок почему кричит я говорю ну наверно плохо себя чувствует и после этого когда человек кричит и к нему подходит ребенок говорит там мама бабушка или там кто-то ты плохо себя чувствуешь давайте ножку поглажу чтобы человек если с детства научить детей понимать что крик на кого-либо или даже на ребенка является следствием того что человеку больно плохо чувственно или морально то у ребенка формируется желание помочь этому человеку запомните крик даже когда чек с вытарочными глазами говорит я тебя ненавижу отстань задолбала уже крик это является элементом когда человек фактически говорит помоги мне я одинок мне нужна твоя помощь я не чувствую заботы вот вот видите вот так это выглядит просто слова другие как настроиться на благополучную жизнь произносите слова утром я радуюсь и дальше скажите себе от чего говорите весь мир меня обожает если не можете изменить то что происходит меняйте свое отношение испытывайте от этого радость не говорите женщине претензий с меня же связанных с ее внешним видом ладно эзотеристским способом что делать на второй ступени прогревания слоев грейте слой людмила полтелова уважаемая 1 андрей антс уважаемая андрей андреевич прошу вашего совета или помощи на протяжении многих лет я подвергаюсь насилию криминалов из числа соседей правоохранительных органов и тех кто покрывает их числа администрации города на протяжении лет их неоднократно сажали сейчас многое зачистили продолжали из этого убежала и вернусь домой по просьбе мужа не одевать вещи не спать невозможно применяя специальное устройство сейчас я не пользуюсь ни одним электронным устройств отравляющие средства и так далее с большим благодарностью большим почтением людмила полтелова нет ни одной проблемы которые невозможно было бы сжечь на свече в нашей школе разработана мной технология которая называется устранение эзотерическим способом любых абсолютно проблем вам необходимо всего лишь найти тот день занятий в первой старой или обновленной ступени школы кайлас для того чтобы это все просто изучить и использовать я вам говорю сто процентов что это решается очень быстро на протяжении двух-трех месяцев с помощью обычной восковой свечи это гарантированный стопроцентный вариант развития событий мила панферова здравствуйте спасибо вам большое за то что вы у нас есть скажите пожалуйста мы с мужем переживаем кризис в отношениях или все же разойдемся вы будете вместе галином я вам уже говорил ли вам недостаточно было того что вам говорил уже это несколько раз просто как-то знаете решите вы каждый раз будете мне спрашивать или как галина мирошник равнозначно ли пары прохождение первой бесплатной ступени и 1 пера ферментирована в виде шума нет конечно значит ли что прослушал первую ступень виде шума можно считаться учеником школы кола спасибо за ответ да не смешите меня каким вы будете учеником школы вы знаете философию школы или что о чем вы вообще говорите человек говорит я не хочу я хочу сразу седьмую ступень и что она вам даст ведь обучаться геометрии ну или обучаться допустим обучаться началу анализа математического не зная цифры можно или нет скажите можно ли знать что такое косинус и синусы не знаю геометрии можно ли обучаться начале анализа или там решать интегральное уравнение если вы цифр даже не знаете конечно для того чтобы обучать цифры нужен первый класс а и амбиции какие-то мешают вам прийти а человек говорит андрей андреевич можно я сразу пойду на треть ну почему идите на первую потом на третье но первое обязательно без философии эзотерика нельзя заниматься странные такие люди но я вас все равно уважаю фарида жам спасибо за то что вы делаете начали заниматься по мастер-классу астральной энергии понимаем что это очень мощная энергия как только начинаем заниматься появляется бешеная агрессия скандалы страхи у детей как этого избегать стоит ли делать практике каждый день вопрос по седьмой ступени вы написали что будет дан тайный метод реализации брахмана объясните пожалуйста что это значит станем мы хоть немного брахманами пройдете седьмую ступень и все станет понятным вот так говорить на публичном видео обращение я этого не буду также хочу вам сказать что человек не должен заниматься каждый день по моему семинару который называется накопление астральной энергии если у человека нет пройденных моих четыре ступени если у вас четыре ступени есть можете хоть каждый день практиковать если четырех ступеней нет прозанимайтесь месяц и отложить один раз в год делаете по месяцу этого будет достаточно также не идите на седьмую ступень не пройдя предварительно 6 ирина ильенко добрый день андрей андрей скажите большое перерождение интересная тем почему рождаются мертвые дети но все очень банально когда человек рождается то у него есть некий такой закон написанная дата его жизни и дата его смерти она уже прописана в нем и когда человек живет на протяжении своей жизни то в тот момент когда он доживает он может скоропостижно скончаться то есть он может скоропостижно скончаться допустим от того что он там убили его или от того что даже не так он может не скоропостижно скончаться а закончить жизнь самоубийством и он может допустим не дожить до момента смерти там 20 минут допустим через там если бы ему не делали операцию то он бы дожил, допустим, на год больше, а так ему сделали операцию, он умер на год меньше. И ему необходимо в следующей жизни этот год дожить, поэтому он рождается ребенком, год проживает и умирает, и спасти такого ребенка невозможно. Таким образом происходит астральное завершение круга прошлой жизни, и в следующей жизни человек рождается полноценным, и его жизнь полноценно полностью, он будет проживать полностью отпущенный его период. Почему есть цикл перерождений? По моему мнению, это является элементом эволюционного обучения человека. Каким образом происходит эволюционное обучение? Если человеку ничего, если человек не видел сникерс, то он не сможет хотеть сникерс. Именно поэтому я всегда говорю, что все, что человек придумывает, все, что человек видит, все, что человек или то, о чем человек думает, это все уже существовало, или дается ему, чтобы он это знал, и это все связано еще и с чувствами. Так в одной жизни человек будет убивать людей, в другой жизни он поймет, его будут убивать. И здесь все связано вот с чем. Допустим, человек подписал договор какой-нибудь, согласно которого убили 100 человек. В каждой своей жизни он будет доживать до определенного возраста, и его будут убивать, или он будет умирать от какого-нибудь заболевания. И так сто раз. Таким образом он умрет сто раз в своих следующих жизнях, пока вот свою миссию, или пока вот этот весь процесс не переработает. Так в нашей жизни устроено, что в одной жизни мы рождаемся для того, чтобы быть гарантированно негодяями, потом мы обучаемся в следующих жизнях, что мы не хотим быть негодяями. Я, конечно же, хочу вспомнить эти слова, которые в свое время говорил великий человек, Сус Христос, он говорил там о заповедях, и он говорил, не убей, не укради, не возлюби ближнего, возлюби ближнего своего и так далее. Наоборот, чуть спутал. Ну и, конечно же, хотелось бы сказать, что в то время, когда он жил, это было чрезвычайно актуально. Потому что, видимо, мир дошел до такой точки, что убийство другого человека, это было естественным процессом. Но это делали из-под тяжка, это делали еще как-то, и, видимо, делали это без угрызений совести. Когда он об этом сказал или объявил, то таким образом, наверное, произошло эволюционное перерождение. И тогда, наверное, со временем, когда люди перерождались, то у них исчезало такое желание. И, конечно же, сейчас, когда мы живем, у людей уже не появляется желание кого-либо убивать просто так. Хотя, наверное, во времена, когда повествовал Иисус Христос, то наверняка тогда дети рождались, и у них было желание убивать других людей, и у них было желание воровать с самого рождения и так далее. Но мы уже настолько эволюционировали, наша вся система настолько эволюционировала, что мы уже, как бы, рождаясь уже, не подразумеваем убийство другого человека, у нас уже не появляется желание взять чужие вещи, и даже без обучения у ребенка не появляются такие желания. Есть этому доказательства, есть социальные эксперименты, которые доказывают то, что если ребенок не изучает никакую религию, у него все равно не появляется идея воровать или грабить, или издеваться над кем-то, или насиловать кого-либо, или там еще что-то, еще что-то. То есть это социальные эксперименты, которые доказали актуальность того, о чем говорил Иисус Христос на время того, когда он проживал, и неактуальность этого всего уже в наше современное время, потому что мы перерождаемся и становимся уже совершенно другими людьми, уже не теми, которые были во времена повествования Иисуса Христа. Когда, допустим, говорят люди, Андрей Андреевич, Андрей Андреевич, что вы можете сказать, почему человек болеет, допустим, можете ли как-то это объяснить? Что это такое? Дело в том, что, допустим, смотрите, вы живете в семье, и начинаете злиться на ребенка. Смотрите, когда человек злится на другого человека, что он гипотетически от него хочет? Иногда, хочет ли он этого человека ударить? Вот очень часто, допустим, вот сегодня ехал я на машине, и за рулем был мой водитель, и водитель как-то неправильно там, ну, как-то кто-то его там подрезал и так далее. И вот он говорит мне, он говорит, а вот взять бы и наказать этого человека. Я ему говорю, слушай, а ты бы как хотел наказать? Он говорит, в морду бы ему дал, в морду бы дал ему, и заставил бы ездить правильно. Что он вот так вот нарушает? Побил бы его, я ему говорю. То есть ты считаешь, что ты бы получил удовольствие от его боли. Правильно? Он говорит, да. Зачем бы ты его бил? Что такое бить другого человека? Это испытывать наслаждение от того, что кому-то больно. Согласен с этим? Он говорит, да, Андреевич, очень правильно. Он говорит, вы мне это говорите, и мне даже приятно. Я говорю, видишь? А теперь посмотрите, любое проявление агрессии, когда человек, допустим, говорит, козел, дурак, матом ругается, когда человек говорит там, ну, ты урод там и так далее, или когда вы идете, толкнули кого-либо, когда вы там кому-то что-то сказали плохое, когда вот сделали поступок, который расстроил людей и так далее, то вы становитесь должниками, потому что те люди, которые вам желают зла, они желают вашей боли. И потом у вас развиваются заболевания, которые приводят к тому, что эта боль появляется у вас, представляете? И вы эту боль испытывая, как бы выплачиваете тем, кто от вас этой боли хотел. Да, вот так. Но здесь еще такой нюанс. Мне могут сказать, допустим, такие слова. Андрей Андреевич, а как же правители? Допустим, есть такие правители, руководители целых стран, которые запросто убивают людей, которые запросто отправляют кого-то на войну и так далее. В этом всем нам поможет Библия. Когда вы открываете Библию, вы очень часто читаете в Библии о жертвоприношениях. И вот эти жертвоприношения – это настоящие религиозные обряды, которые помогают избавиться чужой кровью за ту кровь, которую желают от вас. И часто очень те люди, которые находятся в правительстве, являются руководителями или участвуют в обрядах. И эти обряды, которые связаны с жертвоприношениями. Да, это самые настоящие жертвоприношения крови. То есть называют этих людей, с которыми проводят эти обряды, они могут быть и без крови. То есть это там расчленение животных, выпускание крови с посвящением. Пусть те, кто хотел от меня крови, получат эту кровь. Пусть те, кто хочет от меня боли, получат эту боль. Да, это все жестко, но это зато честно. И здесь такой вариант, знаете, если вы не являетесь как бы… Или это все может быть завуалировано, эзотерически. То есть это может быть, допустим, с использованием элементов религии. Помните слова? Берите тело мое, пейте кровь мою. А что это еще такое? То есть делается так, обращается к религиозному руководителю. Религиозный руководитель молится за человека, который сделал много гадостей и плохих поступков. И люди со всего мира, допустим, хотят у этого человека его крови и его боли. И этот человек, который религиозный деятель, он начинает проводить обряд такой и говорит во время проведения этого обряда «Пусть вся боль Иисуса Христа и пусть вся боль тех людей, которые шли за Иисусом Христом, всех и дальше перечисляет. Таких святых, таких святых и таких святых. Пусть эта боль вся уйдет и будет выкупом этого человека тем людям, которые хотят от него боли. Пусть вот эти святые этой болью выкупят, потому что этой боли было много. Их жизнь, их святость была не бессмысленным, не бессмысленным занятием. И эти жизни были на самом деле необходимы. Они это знали, это эволюционно необходимо было. Таким образом происходит выкупание этого человека. Именно поэтому люди, которые имеют высшую верховную исполнительную власть, они очень часто дружат с такими людьми, которые могут проводить вот такие реальные обряды, реальные религиозные обряды. Для обычных людей это обычная тайна. Но это как бы мы рассматриваем с позиции христианской религии и множественности толкований и множественности объяснений произведения обрядов, которые есть в христианской религии, описаны они в Библии. Татьяна Бондаренко, Андрей Андреевич, впереди выходные, как лучше их провести? Отдыхая. Думала поститься в воскресенье, чтобы произошли хорошие изменения. Тут еще и 21 июня. Прочитала посты Кадаши. Очень жестко, извините, без воды, наверное, тяжело будет. Какое ваше мнение? Как лучше и правильно поститься в эти дни? Да никак вообще. Можете и не поститься, ничего в этом страстного нет. Можете с водой поститься. Это такое дело. Это не принципиально, чтобы вы понимали. Я немножко разденусь, просто мне чуть-чуть жарко. Ольга Франкфурт, Финкрут. Я прошла с НГЭ-2 давно. Все дела, как вы говорили. Так вот, на днях у меня в голове вдруг появился один код. Начинается с тобой говорить Бог. Перевод этого кода. Из этого с НГЭ и так крепко засел в голову, что его постоянно повторяю. Почему и к чему это? Нет, нет. Видите, вы тоже используете, перекладываете как бы, на меня ответственность. То есть, я же вам не давал этот код, правильно? А вы теперь перекладываете тот код, который вам дали на меня и пытайтесь каким-то образом перенести ответственность, чтобы я нес ответственность за то, что вам дали. Во-первых, я не знаю, что это за код. Я ничего не могу понять, что это за код и откуда он взялся. я даже не могу сказать вам как его использовать наверно тот или то существо или тот голос который дал вам этот код у него нужно спросить как его использовать и получить этот ответ а андрей андреевич на самом деле ни при чем не нужно переносить на меня ответственность за внезапно появившийся в голове звук и в дальнейшем если я скажу допустим практикуйте и просто так придумаю вам это сказать и у вас произойдут неприятности то как я смогу в дальнейшем называть себя эзотерийским учителем вы согласны с этим галина ищенко я ученица школы отрабатываю первую обновленную ступень мой вопрос имеет личный характер если вам покажется неуместным то я не обижусь но если вы будете так добры то пожалуйста мой теперешний муж действительно шизофрении болеет или он просто имеет акцентуальный акцентуацию характера так как его мать болит шизофрении по нумерологии он девятка и сможем ли мы с ним сделать серьезный результат в том бизнесе что сейчас занимаемся нет я просто очень сомневаюсь по причине ваш изоидных проявлений вы правы но хочу вам сказать шизофрении лечится именно поэтому хотел бы вам сказать не бросать мужа обратиться все-таки в клинику психи психиатрическую и можно коммерческую и пообщаться с врачом пусть врач все-таки посмотрит может быть там полежать немножко и посмотрит насколько тяжелое состояние насколько существует расстройство личности как его расстройство личности необходимо устранять это дело в том что когда люди допустим болеют там гастроэнтероколитом каким-нибудь или там панкреатитом они не стесняются идти в больницу но когда человек начинает говорить я там болею и у меня голоса в голове или у меня обсессивные состояния или у меня компульсионное состояние или там биполярные то я стесняюсь я стесняюсь идти к психиатру почему это точно такой же врач это один в один точно такой же врач который точно также обучался в медицинском институте точно так же знает всю физиологию его обучали как правильно диагностировать как ставить правильный диагноз как подбирать правильные препараты нужно довериться такому врачу и такой врач может подобрать правильные препараты не нужно этого всего бояться очень часто это очень разумно зачем тянуть ухудшать состояние это же человек страдает понимаете любите человека лечить его людьми с из такого вы лучик света нашей непростой жизни спасибо благодарю бога что нашла вас ю тубе стал ваша ученица как эзотерически можно сбить температуру эзотерически температура называется лихорадкой как можно сбить лихорадку необходимо взять какой-нибудь страшный предмет необходимо взять какой-нибудь страшный предмет ремень допустим подойти к больному человеку и сказать если ты она вышла бегом из ребенка там или вышла бегом отсюда иначе я тебя от луплю и после этого взять игрушку его так ее ремнем от лупить вы знаете это очень эффективный метод я говорю вам это серьезно то есть если у человека температура то можно зайти и отстегать сноб сеном или отстегать там какую-нибудь игрушку или отстегать там свернутое одеяло прям кнутом и сказать ах ты лихорадка ах ты сволочь а ну пошла вон отсюда и она уходит таким образом после этого стать там над человеком которого лихорадит у которого температура и сказать не уйдешь час от луплю тебя понятно не уйдешь от луплю и у человека исчезает расти андрея здесь подскажите пожалуйста когда делаю практике или где-то надо представлять себя у меня появляется образ человека мужчины в светло-желтых тонах лица не видно образ себя женщины не появляется это нормально нормально ничего в этом страшного нет вы видите видимо духовное поле свое оно обычно очень желтого цвета маргарита бондаренко мучает вопрос задаю уже вам несколько раз хотим квартире 26 этаж сделать из комнаты спальни и почему я должен отвечать элла михайлова не надо говорить благодарю а можно говорить благословляю своим детям можно и благодарить своим детям чужим нельзя людям благодарить или не говорить благодарю почему потому что благодарите а значит кто-то может воспользоваться магии сказать хорошо я принимаю после этого отобрать у вас блага поэтому люди которые пишут благодарю очень могут совершать ошибки андрей андреевич расскажите пожалуйста об обряде коренной сердце манджишри подробнее хочется его против вот такие есть люди которые допустим все в жизни имеют или наоборот руки опустились и человек лежит знаете есть даже дети такие ничего не хотят ни к чему не стремятся мотивации никакой обычно это очень образованные дети которые понимают что все равно там артистом не стану голоса нет все равно там допустим ну и начинается то есть находит возможности объяснить себе свою несостоятельность и руки опускаются и ребенок допустим такой растет и говорит так а зачем учиться все равно как бы я не учился на хорошую работу не устроюсь так а зачем вообще что-то делает все равно идти на дядю работать 3 рубля зарабатывать мне лучше пусть мама кормит так а зачем выходить с кем-то общаться и буду дома сидеть мне комфортнее после на улице начнешь общаться у тех одно настроение у тех другое друзья предают и так далее ну и такой вот себе вырастает премудрый пискарь которому и делать ничего не нужно он просто сидит и становится аморфным он аморфный ригидные и ничего не хочет руки у него на все опускается желаний никаких нет у человека не мотивации нежеланий в общем он вот такой но и часто это появляется у людей внезапно в жизни и развивается то есть человек достиг состояния там взросления после этого зачем куда-то устроиться на работу дети помогают или там так а зачем там буду ходить на работу смотреть телевизор и руки плавно опускаются плюс ухудшается здоровье человек становится таким безразличным аморфным он не злится и он ни к чему не стремится и так далее и теряется вот эта молодецкая сила если посмотреть на ребенка два три года посмотрите с каким упорством с каким наслаждением он вновь и вновь поднимается делает три шага и падает такое ощущение как будто у него решается жизнь и смерть прямо представляете эти дети вновь и вновь вновь и вновь вновь и вновь бегут падают ударяются им больно они плачут встают и снова бегут и вот у всех этих детей есть вот этот потенциал этот потенциал называется потенциалом Манжушри или потенциалом молодой энергии. Вот эта молодая энергия, ее можно в человеке возродить, вновь зажечь. Чем это интересно? Вновь появляется у человека желание жить, вновь появляется у человека желание свершать подвиги, появляется сексуальная энергия, потому что очень часто именно она заставляет человека шевелиться. Мужчине хочется женщину, он начинает работать, начинает на кого-то посматривать, начинает все что делать. женщина начинает думать о семье она начинает смотреть на мужчин и так далее появляется желание накраситься появляется желание смотреть за собой зарабатывать деньги и там покупать себе вещи и это все как бы такая энергия молодая как говорил один мой знакомый к если это не в тему он говорил в начале когда мужчина его кстати зовут марк и он раввин и вот он мне говорил послушайте андрюша я хочу вам сказать пока мы молодые то нам хочется но мы стесняемся но как только мы взрослеем то нам уже то мы уже не стесняемся но нам уже и не хочется именно поэтому я всем советую молодым если хочется то не стесняйтесь так вот я бы хотел за счет вот этого обряда маржу шли сделать так чтобы желание появлялась и мотивация и чтобы харизма и чтобы вот это вот внутренняя энергия которая называется детская энергия энергия молодости вот эта энергия которая заставляет человека ступиться и подняться которые заставляют человека все равно иметь мотивацию все равно желать чего-то чтобы она не исчезла чтобы мы не были такими аморфными не упирались какие-то вот точки чтобы боролись из искали чтобы мы не сдавались чтобы мы всегда чего-то добивались несмотря ни на что мне очень нравится вот этот отряд бабушек с рыжей этой бабушкой которая там кричит мы отряды путина и вот она не сдается у нее есть миссия такая она там несмотря ни за что вот такая горло перегрызет и вы знаете вот это люди которые им не надо там не президент им не надо вообще никто они за идею готовы сражаться почему забери у них идею не поумирает но они с идеей готовы жить потому что они это и эта идея это такое вот религиозное выражение протеста сексуально-религиозное выражение протеста понимаете и вот они за счет вот этой мотивации они мы спасем страну мы спасем детей мы спасем мы за него и после этого не будут орать ходить на митинги вытаращивать глаза почему у них есть мотивация то есть также как у религиозных женщин которых там мотивация спасти церковь там сделать так чтобы там люди ходили вот они будут добиваться они будут молиться они будут за всех молиться и так далее почему это их мотивирует это их желание вы знаете они разозлились на весь мир это их заставляет жить такие злобные маленькие кракены андрей андреевич пожалуйста об обряде коренной сердце мажешь и поможет ли этот обряд чтобы приняли диссертацию нет она поможет вы ее правильно написали нет ни одного человека который бы сдал который бы начал закончил диссертацию и у него бы эту диссертацию не принял совет я вам обещаю что любой человек который написал диссертацию обязательно совет сначала я примет ее и будет вас воспринимать как кандидата и вы в дальнейшем сможете ответить на вопросы которые будут для вас скорее всего в самом начале сложными и после чего обязательно защитите ее и станете доктором конечно же обычно с первого раза но ни у кого не получается не стоит при не примут или нет крышет нет ни одного человека у которого вы не приняли обязательно принимает это такая особенность и лачек в институте учится то его готовят к тому чтобы он написал диссертацию и развивал себя как научный деятель это инструментарий нашего обучения профессоров а профессор это значит профессионал а профессионал с перевода с латыни профессия это обозначает быть давать клятву то есть это человек который дал клятву быть специалистом в этой области но вот где-то так профессия профессиус клятва надежда ивановна тютюн проходила три старые ступени после третьей ступени выдавали практику напомню то яку у мене три рок и наболела голова дякую за виду ведь бажаю хороших выходных вам за роды ною и что вы меня спросили что вы меня спросили мне надо дать практик чтобы голова не болел отворачивайтесь представляете будто ваша голова это белая лампочка голова болеть не будет вот и все вообще очень хорошо помогает вьетнамская звездочка намажьте руку вьетнамской звездочкой и в случае если голова болит у вас во лбу и в висках намажьте лоб в случае если болит затылок намажьте затылок смотрите лоб болит низкое давление затылок болит высокая здрасте андреевич не подскажите как правильно голодать хочу голодать по четвергам делайте так утром просыпаетесь и до вечера и до следующего дня ничего не идите только воду пьете говорите при этом сегодняшний голод я посвящаю и дальше произносите чему наталья голован скажите пожалуйста можно ли выкатывать яйцом детей так как вы рассказываете в семинаре деревенская магия до от трех до восьми могу ли выкачивать свой крест и пять лет с разрешения выкачивать дал отец да только вы сами яйцо не должны покупать и яйцо лучше покупать деревенское или если ваши яйца то от вашей курочки или у кого-то отец покупает и вам приносит вы не имеете права сами купить яичко вот как-то так я там рассказываю кстати александр степанов спасибо за внимание и вдохновение пусть ваша семья будет счастлива и здорова пусть вас все радует очень вами восхищаемся перерой рерой счастье счастье радость раз спасибо друзья мои здрасте андреевич моей дочери александре на стопе бородавка и болит а сверху завязала нитки три узла и сказала когда это нет нет бородавка пропадет правильно все сделала нет нет не на бородавке надо она бородавку положить рисинку потереть крест-накрест бородавкой бородавку рисинкой после чего вокруг рисинки необходимо завязать ниточку желательно красную на три узла и вот эту рисинку с ниточкой закопать куда-нибудь где есть мокрое место где это сгниет и сказать когда рисинка гнидет бородавка пропадет все здравствуйте уважаемый андрей скажите когда дело снг заметила типа огромного глаза как наблюдает за мной когда смотрю мою сторону что это может быть вы видели когда-нибудь иконы на иконах видели когда-нибудь изображение пирамиды и там глаз называется это всевидящее око вот это всевидящее око это энергия так человек видит какую-либо энергию если человек который занимается эзотерикой просматривать человека то очень часто видит у человека глаз на уровне груди и глаз на уровне правой стороны живота вот этот grass глаз правой стороны живота обозначает энергию человеческую горячую а глаз в груди энергию чувственную вот так мы это видим но видение проявляется в разных таких идиоматических проявлениях когда мы видим все по-разному ну вот так яна вдовина скажите пожалуйста влияет ли зеркальный натяжной потолок спальни на жизнь целом влияет будет ухудшаться состояние лежа на кровати отражается естественно все не нужно этого делать потому что вы таким образом глазите все и будет и постарейте быстро и лучших и хуже будете себя чувствовать есть даже семинар такой где я говорил не ставьте зеркала в спальне потому что это очень очень плохо а если ставите то делайте так чтобы не видеть свое отражение в этих зеркалах лидия корсун немного увеличена родинка на носу как может быть бородавка что приложить чтобы не увеличивать сказал три минуты назад кристина волкова расскажите пожалуйста как не цепляться за прошлые люди из прошлого очень хороший есть такой метод с резиночкой я его даю на первой старой ступени школы кайлас пройдите я вам прямо очень рекомендую по сей день и 1 2 бесплатные школы бесплатной ступени школы кайлас выложен на моем youtube канале проходите это для вас это большое количество информации которая способна изменить жизнь огромному количеству людей а вам сто процентов это поможет обязательно пройдите я об этом все рассказываю алексей фролов правда ли что до рассвета наиболее эффективное время для эзотерики да это наиболее эффективно эзотерики потому что об этом сказал садгуру но на самом деле утро это самое эффективное время для того чтобы запоминать и изучать тексты обед самое эффективное время для того чтобы чувствовать и влюбляться и вечер самое эффективное время чтобы лечиться именно поэтому вечером хорошо поститься для того чтобы лечить свое тело обед влюбляться в кого-нибудь и обниматься и утро чтобы запоминать утро самое лучшее время для обучения если встать в пять часов утра и начать учить английские тексты то у вас шансы выучить 100 английских глаголов гораздо больше чем вечером начните читать книгу утром и начните ее читать вечером перед сном так вот когда вы будете читать вечером перед сном будете засыпать когда-то писал мне человек андрей андреич почему я читаю какую нибудь литературу и меня это утомляет я быстро хочу засыпать что это это говорит о том что вам необходимо в более ранее время начинать изучать литературу это говорит о том что вам нужно увеличить количество сна вы не досыпаете то есть для того чтобы литературу читать и понимать необходимо спать больше вот и весь вот и все объяснение несколько сегодня я хочу проанализировать канал который называется садгуру официальный канал на русском языке и здесь есть ряд 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 таких как бы вопросов которые задаются от гуру и мне бы хотелось сегодня ответить на эти вопросы которые задаются ему и так как побороть сонливость и быть энергетичным весь день для того чтобы побороть сонливость существует дыхание его выполнять просто это три вдоха потом два вдоха и потом один короткий задержка дыхание выдох если так делать активно то тогда не будете засыпать делается так если выполнять такое дыхание на протяжении дня спать не будет хотеться второе если вы хотите спать то вам необходимо горячий душ а если вы хотите бодрствовать вернее если вы хотите заснуть лучше вам необходим холодный душ если вы хотите бодрствовать и себя как-то раз ну как бы заставить более активным быть вам необходим горячий дождь для того чтобы чувствовать на протяжении дня всего на протяжении дня энергетику принимайте горечи какие-нибудь имбирь черный перец красный перец это все стимулирует нашу нервную систему и это все нас заряжает поэтому такая еда допустим имбирный чай она может помочь человеку целый день испытывать состояние вот такой бодрости и так далее дальше не относитесь к жизни слишком серьезно говорит садгуру что он имеет ввиду когда человек допустим когда человек допустим слышит что-нибудь плохое то этот человек может об этом задумываться вот о чем он говорит я об этом когда-то говорил очень часто люди начинают изучать информацию и начинают изучать информацию забывая о том что наш мозг имеет еще и подсознание именно поэтому когда мы читаем любую информацию любую критику любой негатив то хотим мы или нет мы это накапливаем себе даже если мы человек хороший именно поэтому когда мы смотрим плохую информацию ли читаем плохие комментарии или читаем какой-нибудь там не очень хорошая смотрим не очень хороший контент допустим то после этого утром мы просыпаемся и начинаем вредничать у нас портится настроение но но даже не портится она проявляется потому что мы наше сознание работает как пылесос поэтому любая информация которой мы даже прикасаемся она невербально воздействует на нас заставляя нас или снижая нам уровень восприятия как бы обучая нас быть вот такими людьми это связано с неким таким пониманием который называется в невербальное обучение большого большого количества слоев населения невербальное обучение человека как это происходит человек который допустим один человек попадает в абхазию и живет в абхазии очень длительное время и он разговаривает с абхазом не зная абхазского языка и или там грузии в грузию не знаю грузинского языка так вот первое время это человек будет идея моторно повторять или ломать свой русский язык и дорогой что такое дорогой то есть он будет вот таким образом кривляться после чего начнет туда вставлять вот такие слова почему это невербальное влияние на человек это невербальное влияние мы его получаем постоянно виде ожогов то есть когда человек говорит а я просто посмотрю новость а там какашки жуки-пуки вреди на нехорошие злые и так далее вот это все она накапливается как бы записывается на подсознание и формирует ваши чувства то есть на следующий день вы были днем этого дня хорошими то есть ты моя ласточка ты моя золото потом начинаете смотреть это что-то сказал этот не дай бог это что-то сказал это там эти плохие потом почитали комментарии сволочи уроды там какашки тогда и после я извиняюсь и ругаюсь после этого после чего на следующий день у вас утром настроение выругаться кого-нибудь там построить там там на детей на кричать вы это все насобирали именно поэтому он говорит сатья не сатья как вот садгуру он говорит о том что да действительно необходимо относиться к жизни не так серьезно не так проникаться теми идеями которые есть вокруг нас вы понимаете не нужно верить всему что есть в окружающем мире не нужно верить и слышать и доверять любой информации не нужно проникаться я обычно даже говорю такие слова не можете изменить не касайтесь этого вот смотрите люди часто читают политику смотрят политические новости но вы-то их не можете поменять постсоветском пространстве люди не могут ничего изменить потому что вместо них это меняется просто руководителями их стран и конечно любые разговоры этих людей они бессмысленны то что люди страдают и говорят нас там чего-то нет так ничего и не будет никто ничего никому не должен ничем не обязан и как бы люди не там система по-другому устроена люди должны собираться но они не соберутся ну и так далее потому что система противодействует этому и тогда ну и конечно же глядя на все это я могу сказать что люди в большинстве своем бесполезно тратят время занимаясь или обучая себя там политинформируя и так далее на самом деле они изменить это никак не могут ну и зачем так серьезно к этому относиться зачем так серьезного что нет серьезных дел отнеситесь серьезно к своему телу занимайтесь зарядкой приседайте дышите на воздухе гуляйте займитесь серьезно вашими детьми вымойте им свяжите носки свяжите свяжите шарфик не мама когда-то связала свитер и шарфик так вот я его носил 15 лет не мог никак себя снять собрать не могли почему одевал и тепло было и приятно знаете мамины ручки делали ну вот так это все было а знаете как мне было приятно я с ней не мог пообщаться а свитер носил и знал что это мама мне сделала свитер своими руками сшила но и как было приятно она не интересен мне садгуру продолжаю отвечать на вопрос она киреева здрасте как похудеть набрал после окончания грудного вскармливания когда кушаете представляете будто вас в животе котел и там у вас в котле такой который стоит прям ну такой круглый котел и в нем что-то бурлит и представляете что бурлит золото если это делать на протяжении дня три четыре пять раз в день то похудеете быстро это проверенные методы есть еще огромное количество методов спирали там всевозможные методы скручивания жира и так далее все это у меня есть моем семинаре я предлагаю вам этот семинар пройти он называется избавление или там как похудеть с помощью эзотерики можно ли похудеть с помощью эзотерики да почему вот я похудел в том числе и валя саблина спасибо за ваше знание за помощь моей внучке 10 лет знает четыре языка увлекает станциями художественной математикой много читают на что ей обратить внимание в дальнейшем можно для нее приобрести метасоника какой приобретите 5 обращать внимание что она выберет не нужно все в порядке не нужно ее никуда пихать евгения краснорусских выполняя практики по накоплению астральной энергии по мастер-классу может появляться интуиция видения конечно обязательно тамара ивачук добрый день андреевич очень рада посещать ваши семинары спасибо за ваше обучение и помощь ну что скажите мне вам понравился мой семинар который вот не семинара вебинар который провел сегодня скажите были для вас интересные идеи и можете ли вы ту информацию которую я дал использовать как-нибудь для своей жизни если да напишите сейчас в комментариях также хотелось бы несколько слов сказать вот о чем дорогие мои друзья не забывайте что у нас все развивается как бы самостоятельно мы не вкладываем деньги в развитие канала не вкладываем деньги него что как бы развивая за туристскую школу колос именно поэтому мне сегодня необходима ваша помощь когда вы смотрите видео не забывайте комментировать не забывайте оставлять сообщение не забывайте подписываться и не забывайте ставить звоночек дело в том что все это в дальнейшем индексирует этот канал и в дальнейшем та информация которая необходима людям она будет в дальнейшем распространяться с более яркой силой и огромное количество людей которые нуждаются в данной информации которые готовы изменить свою жизнь они все-таки прикоснуться к моим идеям философии в дальнейшем смогут изменить свою судьбу в лучшую сторону ведь кто им должен помогать если не мы на сегодняшний день мир так устроен что никто никому помогать не хочет все живут по принципу выживания то есть правительство выживает люди выживают и так далее и все считают что вокруг все должны так жить выживать обижать критиковать топить мучить и так далее забирать но это не так но это не так мы в силах все вместе изменить это все и мы можем это изменить путем пропагандирования нашей эзотерической школы с нашей уникальной философии с нашими уникальными вот такими системами преподавание уникальными системами изменения человека которые помогают человеку и дают ему возможности используя методы используя вот такие рычаги используя инструменты которые преподаются в школе изменять не только внутренний мир изменять свою здоровье улучшая его в лучшую сторону изменять внешний мир изменять события внешнего мира изменять события в семье улучшая свою жизнь во всех направлениях конечно же на первое место я ставлю все-таки идея радости идеи высокой духовности идеи милосердия человеколюбия идеи помощи взаимопомощи энергетической помощи ставлю этические нормы или ставлю этические ставлю этические установки как бы на первое место это любовь к детям любовь к своим родным любовь к своим мамам папам к дедушкам забота о старшем поколении просто не скорее всего никому в дальнейшем не нужны будут кроме нас ну это все оно должно не забываться об этом всем должен кто-то говорить потому что если будет развиваться только мангерштеризм если будет развиваться только киркеризм киркоризм если будет развиваться только галкализм знаете или там соловьизм и так далее то мы далеко не уедем знаете нельзя сделать из людей всех маргенштернами которые будут хотеть только трусить своими голыми органами спать с девушками а как же семья ведь семья это вечная можно каждый день получать удовольствие от семьи можно каждый день получать радость от жизни а нам пытаются предложить микро радости алкоголь микро радости наркотики микро радости потрусить там или там с кем-то переспать микро радости купить какой-нибудь предмет которого нет ни у кого и так далее мы же говорим о том что все это уже существует существует наша жизнь и если нацелиться в этой жизни на радость если научить себя эту радость видеть чувствовать если обучать себе этой радости то эта радость она затмевает все остальные микро радости а ведь великий предиктор который управляет всеми мирами который управляет вернее тем миром в котором живут люди проживая на этой земле они-то знают что самая важная радость это радость человеческого рождения человеческой жизни но они это запрещают развивать говоря о том или у намекая на то что есть микро радости нужно быть теми кто там выступает на публике радость можно получать только если у тебя трехкомнатная квартира ты можешь радоваться только в случае если ты там замужем не замужем гуччи или не в гуччи золотом не золотом намах на машине или без машины и так далее и нам подменяют давай нам вот эти радости их же нам и продавая то есть человек говорит мне достаточно было магнитофона такого ему говорят нет более радость не будет с таким магнитофоном и он покупает более радостный и мы обычно на протяжении жизни своей каждый человек который живет на земле на протяжении жизни у него постоянно возникает такое понимание как будто он что-то ищет как будто он к чему-то стремится но получаю то что он хочет у него не происходит удовлетворение то есть это выгли так вот будет у меня шуба и а буду счастлива и купила шубу все равно несчастлива будет у меня муж буду счастлива и появился муж не сейчас либо и 3 комнатная квартира буду если я появилась несчастлива почему потому что невозможно быть счастливым человеком от чего-то можно быть счастливым человеком просто так и вот это счастье и вот эта радость просто от того что мы живем является тем что мы всю жизнь ищем и не находим вот ну что на этом наше занятие закончены до свидания намасте всем здоровья прекрасных выходных до свидания